Компания «Волынка» 1 июня откроет новый цех по производству колбасных изделий, а семеноводческое хозяйство начало производить семенной картофель собственного сорта. А все это находится в городе Абай. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов посетил Абайский регион. Колбасный цех компании «Волынка» в городе Абай – это один из инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Строительство нового объекта началось в 2013 году. Открытие запланировано на 1 июня. В рамках реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» государство оказало поддержку в виде строительства инженерной инфраструктуры. Новое предприятие стало первым пунктом визита Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова в город Абай. Глава региона отметил, что открытие нового производства позволит закрыть потребности области. По области у нас потребность 30 тысяч. Половину мы завозим, импорт закрывает у нас половину. Надо развивать такие церковные области. Кроме того, будет создано порядка 40 новых рабочих мест. Планируемая производительность нового цеха – 2 тонны готовой продукции в день. По мнению руководителей компании, это позволит не только закрыть потребности Карагандинской области, но и выйти на другие рынки. На сегодняшний день у нас есть действующее предприятие, которое производит более-менее, мало объема такого. За счет нового строительства, получается, мы увеличим объем продаж до 2 тонн. И будем охватывать, мы в Караганде уже присутствуем на рынке, будем охватывать уже города по Казахстану, это Астана, Алматы и с дальнейшим выходом на российские рынки. Это вот эти семена, которые в этом году выявили, да? Да, это М1, это вот пробирочные. Это вот 5 лет доводили до этого. Нет, 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 это на первый год, когда это доводили. Это пробирочные растения, мы высаживаем. 5 лет у нас получается вот лакона. Вторым пунктом посещения Акима области стало семеноводческое хозяйство Астроагро ЛТД. Ерлану Кушанову продемонстрировали элитный семенной картофель, выведенный в специальной лаборатории. Производственная мощность хозяйства – 7 тысяч тонн в год. Если раньше хозяйство приобретало семенной материал за рубежом, то сегодня занимается выведением своих сортов. Мы выращиваем пробирочные стены, с пробирочного стены получаем картофельные. Для получения картофеля необходимо 5 лет, чтобы вывести семена. На данный момент у нас лаборатору станируют 4 года. Первый визитный семян получил в этом году. Визитный семян волевого производства. Третьим пунктом визита Акима области стало сельхозпредприятие «Шанс». Оно занимается выращиванием овощей и корнеплодов. В частности, в большом объеме производится картофель. Глава региона ознакомился с производственной базой предприятия, а также узнал о перспективах увеличения объемов. Андрей Тенес, Ламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Тема модернизации сельского хозяйства Карагандинской области была продолжена в областной администрации, где глава региона встретился с руководителями Казахского агротехнического университета имени Сифулина. На встрече речь шла о внедрении разработок отечественной науки. В марте нынешнего года в Астане Акимат Карагандинской области подписал с ВУЗом меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия в развитии агропромышленного сектора Карагандинского региона. Пришло время переводить союз с наукой в практическое русло. Ректор университета Ахлбек Куришбаев предложил вести сотрудничество по трем основным направлениям. Внедрение разработок отечественной науки, а также трансферт зарубежных технологий, обеспечение отрасли квалифицированными специалистами, распространения знаний среди товаропроизводителей области. Столичные ученые готовы выработать для карагандинских сельхозпроизводителей рекомендации по орошаемому земледелию, семеноводству и сортообновлению. Глава Агротехнического университета предложил также услуги вуза в организации космического мониторинга земель сельхозназначения. На встрече присутствовали руководители сельхозпредприятий. Аграрии высказали свою точку зрения, где больше всего нужна помощь науке. В режиме селектора участие в разговоре приняли акимы сельских районов.